Всем привет, мои хорошие. Добро пожаловать на канал. У нас сегодня понедельник и мы начинаем новый влог. Ты тоже хочешь быть блогером, что ли? Да. Ну давай, начинай влог тогда. Давай, давай, давай. Видно тебя, видно, видно. Видно. Так слишком неудачный ракурс. Всем привет, ребята. Сегодня мы начинаем с вами новый влог. Вон у меня какао. Мы его купили. Но только не знаю, где продается еще не какао. В общем, у нас сегодня понедельник. Мы вчера вернулись с Зеленого Бора. Вот. Какие сегодня планы? Мы сегодня поедем в квартиру. Там нам будут подключать интернет, телевидение, все вот это вот. Вот. И представляете, я с момента установки кухни еще ни разу не была в квартире. Соответственно, там просто бардак. Вот эта вся пыль, опилки, все это еще в кухонном гарнитуре. Поэтому в планах у меня сегодня навести там порядок. Кстати, в этот раз до дачи вообще практически ничего не снимала. Прям буквально чуть-чуть-чуть-чуть на влог, короче, не набирается. Так что буду в следующий раз снимать уж, когда приедем на дачу. Потому что, знаете, в этот раз, ну, было 9 мая, праздник, да, было много друзей. Да, давай, добавляй. Вот. И что-то, знаете, мне как-то было очень лень снимать. Я думаю, наверное, у всех есть такие дни, когда ничего не хочется делать. Хочется просто тупо отдохнуть, не брать в руки камеру. Поэтому, простите, извините, но дачного влога в этот раз не будет. Но у нас ничего страшного, лето все впереди. Я еще буду много всего снимать. Так что пока снимаем городские влоги, а дачные начнутся уже со следующей недели. Ой, как вкусно, да? Ты любишь какао? Угу. А я вот в детстве не любила. Да? Когда маленькая была? Угу. Мне не нравилось почему-то. А я вот, а я, а мне вот нравится, когда, когда я маленькая была. Это я шпачкала шторестницу. Где это? Ну, да. Слишком быстро мешало, да? Угу. Как ты мне сказала? Эх ты, мама, мама. Да. Эх ты, мама, мама. Кстати, хотела вам показать, какая нам красивая коробочка пришла. Мы ее тут начали раскрашивать. Виколь, что это такое в коробочке лежит? Штульчик деревянный Кузя. Стульчик деревянный Кузя? Это для тебя, что ли, пришла посылка? Заказали, в общем, мы стульчик. Растущий Вике. Чтобы не тащить вот этот вот ее огромный от Хэппи Бэйби. Но она уже из него выросла. Вот. А этот такой беленький, красивенький, деревянный. Сегодня как раз поедем в квартиру. Я его туда с собой заберу. Вот. И уже там будем распаковывать и собирать. Да. Вика уже ждет, не дождется, когда мы эту коробку распакуем. И стоит она уже у нас тут несколько дней. Вот. Но просто так как были праздники, мы были на даче, отдыхали. Сколько мы можем стоять? Давай уже раскрашивать. Раскрашивай давай. Ты что, его так любишь уже? Да. Так ты его даже еще не видела? Нет, я его не видела. На картинке только? Да ты моя хорошая. Все. Уже любит стул. Ну ладно, немножечко осталось и соберем. Да? И будешь на нем... Квартире. Да? И будешь на нем сидеть и кушать. Так, ну что, ребят, мы уже подъезжаем к квартире. Викуська. Викуся. А что ты там будешь делать? Мама вот будет убираться, папа будет тебе стульчик собирать. А ты что будешь делать? Что-то я ей даже никакие игрушки не взяла. Собрали контейнеры давай и оставили их дома. Ну ладно, ничего страшного. Что-нибудь придумаем. Приехали. Я сегодня даже не красилась. Неохота. У нас такая жара. Вот, надела белую футболку, черные джинсы, кроссовки. Пока, кстати, хожу в обуви, потому что сегодня буду мыть полы. Все равно здесь, когда кухню устанавливали... Мам! Что? А там не красиво, да? Да? Тебе нравится? Да! Когда кухню устанавливали, все равно пылище. Так что я сегодня в любом случае буду паровой шваброй проходиться. Где что? Нет лестницы на ветре? Нету. Это же тебе не дом. Это же квартира. Дедушка спрашивает, где, говорит, тут лестница на второй этаж? Нету. Это же у нас квартира, дочь. Не дом. Никакой бабыли с дедули. Здесь нету второго этажа. Вика зашла, посмотрела на кухню и говорит, а где холодильник? Собственно. Да? Где основное место-то? А где? Вот, Викуль, смотри, холодильничек. Вот он. Видишь? А я вот не знаю, где найдете. Сейчас буду здесь прибираться. Но нам в любом случае надо будет еще с Сашей обрабатывать поверхность, столешницу. Ее шлифовать, покрывать маслом. Масло заказала, оно уже пришло. Надо будет сегодня-завтра забрать в Боксбере. И только потом уже, после того, как масло высохнет, еще раз покрыть маслом. То есть два слоя будем наносить. И когда уже масло впитается, впитывается, оно высыхает где-то в течение 12 часов, по-моему. В общем, тут еще работы полно. Вот. Только потом уже будем всю вот эту вот технику, индукцию и раковину устанавливать и смазывать там все герметиком. Вот. Пока у нас, как бы, пока мы этого сделать не можем, пока масло не забрали. Вот. Сегодня я буду просто убирать грязь вот такую вот видимую. То есть, видите, тут все вот в такой вот пыли, в опилках. Нужно ее просто пока почистить, чтобы потом уже на чистом уже работать, маслом обрабатывать, уже все устанавливать. Сегодня еще перетаскаем весь вот этот вот мусор от кухни на мусорку, чтобы он здесь нас не напрягал, не раздражал. Мам, вам такая прикольная. Прикольная? Да. И зеркало прикольное. И зеркало прикольное. Все прикольное. Тебе все нравится, да? Да. Ну, скоро мы тут будем жить. Так, ну что, открыли мы коробочку со стульчиком. Вот так вот она выглядит. Сейчас Саша эту всю красоту будет собирать. Все болтики, заглушки в комплекте идут. А, гарантийный талон. И что тут еще, в общем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая вот получилась красота В общем белый стульчик, деревянный Подходит под нашу кухню Это растущий стульчик Вот, то есть он будет расти вместе с ребенком Тут регулируется у него сидение По высоте Регулируется вот эта вот подножка Тоже по высоте Он устойчивый за счет вот этой вот ножки своей То есть абсолютно не шатается И я говорю, его можно использовать даже в качестве стремянки То есть он у меня всегда будет на кухне Я вот так вот буду просто его подносить К кухонному гарнитуру Вставить, подниматься на ступеньки И доставать до самых верхних полочек Я уже попробовала Очень удобно Так что не надо будет покупать какую-то дополнительную стремянку Вот, ссылочка на этот стульчик Я конечно же вам оставлю Вдруг кому-то из вас пригодится Вот в описании все найдете Он готов Давай, садись Так Не бойся, он не перевернется Так Ну, как тебе? Хорошо Красота Ой, как ты высоко сидишь Сидишь, да? Я сейчас все увижу через окно Да Да А другой-то штуки У меня уже маленький Да Тот уже маленький Тот уже братишки или сестренки останется А у тебя вот такой взрослый будет большой, да? Стульчик наш называется Павлин Изготовлен он из МДФ и массива березы Стол выдерживает до 100 килограмм Поэтому на него может садиться даже взрослый человек И, кстати, сейчас он продается с очень хорошей скидкой В общем, все Со стулом разобрали Теперь я буду заниматься кухней Буду приводить ее в порядок Убираться Вот И сейчас как раз Саша выносит весь мусор из комнаты Потом буду уже заниматься полами Опять буду пылесосить Все убирать Прибирать У нас сегодня такая чудесная погода Такое солнце за окном вообще Прям супер-классно Прям супер-классно Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, интернет и телевидение нам подключили, у нас теперь есть вот такой вот Wi-Fi роутер, вот такой вот дружочек у нас тут поселился, только надо будет привезти вот эти все провода в нормальное состояние, чтобы это все здесь не мешалось, не висело. Вот, чем я занимаюсь? Викушка с Сашей уехали уже домой, вот, я тут кухней занимаюсь, протираю все фасады сначала протерла сухой тряпочкой, чтобы всю пыль вот эту вот просто смести, потому что нет смысла сразу влажной тряпкой это все убирать. Вот, сейчас я буду пылесосом ручным проходиться по шкафчикам, потому что здесь у нас вот такая вот история, крошки и тряпка это неудобно убирать, проще ручным пылесосом. И потом уже в самом конце пройдусь влажной тряпочкой, чтобы уже окончательно убрать всю грязь, пыль, вот, и конечно же помою здесь пол, потому что я все прям на пол стряхивала, все крошки, все пылинки. Еще у меня сегодня цель, хочу разобрать комод в ванной, потому что здесь вот до сих пор еще лежат вот такие вот всякие штуки, какой-то мусор со времен ремонта, вот, так что надо это все протереть, тоже все в пыли, нижний ящик здесь тоже, вон, все в коробках каких-то пыльных, грязных, короче, давно хотела этим заняться тоже, а вот сегодня это все помою. Быть здесь и не показать вид из окна нельзя, поэтому, как обычно, ловите. Сегодня у нас вот так вот. Уже вечер, на самом деле, солнышко садится, скоро оно вот так опустится, и будем наблюдать закат, если я, конечно, буду здесь до этого времени сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Может, вы меня поймете, или я одна такая сумасшедшая. Сейчас взялась за верхние шкафчики, осталось только их пропылесосить, и потом пройтись влажной тряпкой по всей кухне, и все, девчонки, и все, можно туда складывать. Кастрюлики, тарелочки, сковородочки. В общем, загружать мою красавицу, так что осталось совсем чуть-чуть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сашей, я вот думаю, переносить стол сейчас или не переносить, там техника в принципе. Нет, наверное, сегодня мы не будем уже стол переносить. В следующий раз, когда уже встроим духовку и вытяжку, чтобы этих коробок там не было, Саша как раз приехал меня кормить, привез пиццу, плов, вок. А с чем вок, кстати? С морепродуктами. Вок с морепродуктами, чаечек, какая-то тут булочка еще лежит и морсик. Заботушка, забота. Вот, сейчас, в общем, покушаем. И мне осталось только привезти в порядок вот этот вот комодик. Я еще не успела с ним ничего сделать. Сейчас вот это все отсюда вытащу, протру. Вот. И в следующий раз уже привезу вещички. Будем уже его организовывать. Я пока не знаю, что здесь будет храниться. Время подумать еще будет, так что решу потом. Стою я тут, значит, такая кушаю вкусняшку. И смотрите, на что я смотрю. Боже мой, какой сегодня нереально красивый закат. Просто. Я не знаю, передает камеру всю красоту или нет, но в жизни это просто что-то нереальное. Сейчас скоро начнет темнеть. Машин много. Никакой самоизоляции уже давным-давно ни у кого нет. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня закончила? Делюсь результатами своими. Тут чистота. В нижнем ящике тоже все отлично. Завтра мы, наверное, с Викушкой сюда приедем. И привезу несколько коробок с вещами. Буду уже что-то в кухню раскладывать, да, в гарнитур. Игрушки Викина привезем. Еще хочу с собой сегодня увезти вот эту коробку из-под раковины, чтобы как раз вещи сюда некоторые загрузить. Вот в коробках перевозить очень удобно. Это такая плотная, хорошая, большая коробка. Так что я решила ее с собой забрать. И раскладушку мы тоже сегодня с собой отсюда увозим, чтобы на даче она нажила. Там это более актуально. Теперь сюда уже будем покупать матрас, потихонечку мебель завозить. И дай бог, скоро переедем. Субтитры создавал DimaTorzok